Эта хрень полная, мы же не можем каждому колесу отдельно прописывать свою скорость, но и при желании можем Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сергей Лаф и сегодня я вам покажу игрушку робот, которая будет интересна в первую очередь всем фанатам робокрафта По крайней мере с механикой этой игры не обязана каждый робокрафт-виста знакомиться, потому что здесь можно строить настоящих мегаботов И вообще строить много чего грандиозного, чего в робо невозможно Я в углу видео прикреплю, как выглядит шагающий на суставах АТ-10, по-моему, на Звездных Войн, память меня уже подводит, чтобы вы впечатлились Ну, если вы не впечатлились, ладно, окей Что можно сказать о игре робот, она, ребят, к сожалению, закрыта на данный момент На кикстартере разработчики провалились с ней, также отказались часть инвесторов или все ли инвесторы от вложений в эту игру И вот что бывает, когда в игре нет доната Она просто закрылась Хотя очень шикарная на самом-то деле, я бы вот в нее с удовольствием играл Но разработчики скажут, что она не вот что прям совсем закрыта А то, что они сейчас займутся каким-то другим проектом У них просто денег нет, ну, видимо, каким-то более перспективным по деньгам И вернутся Но прошло уже полгода, и я не слышал ни одной информации о том, что они там делают и когда вернутся Вот, но давайте, прежде чем перейдем к чему-то крутому, интересному Начнем с азов, иначе вы нихрена не поймете, серьезно Игрушка не такая простая, как может показаться Вот у меня есть робот базовый, который мне дают Вот, смотрите, он ездит зад-перед и лево-право Причем, обратите внимание, он лево-право разворачивается на месте То есть, одни колесы скруются в одну сторону, другую в другую Поэтому это кручение на месте оказывается По-моему, очень классно Но управление здесь, я не знаю, какой-то инопланетный осьминог программировал Неудивительно, что разработчики писали, что инвесторы хотят сделать игру более юзер-френдли Для новичков, для широких масс А сейчас она недоступна Ну, неудивительно Угадайте, каким образом можно здесь заспавнить предметы Ну, потому что это песочница Никогда не догадайтесь Нужно зажать левый control Нажать клик И выбрать вот из этого меню предмет Почему нельзя просто было на одну кнопку назначить открытие инвентаря Где выбирается предмет И, черт, я серьезно не знаю Так, сначала я попробую просто-напросто повторить вот эту конструкцию Показать вам, как это работает И постепенно мы перейдем к очень интересным вещам Так, два Я заспавню себе пять таких блоков Итак, как вы думаете, как их соединить между собой? Нет, нельзя просто взять один блок и приляпать к другому Нужно, смотрите Нажать единицу И, удерживая единицу, нажать на блок Теперь правой кнопкой мыши мы выбираем ту сторону, которую хотим присоединять Далее мы выбираем тот блок, на который мы крепим Здесь уже выбираем, в какой стороне присоединять Очень интуитивно понятно Просто-таки прям зашкаливающая интуитивно понятность Но, тем не менее Более-менее с этим можно справиться, на самом деле, если привыкнуть Но, как видите, здесь есть такая энерголиния Которая очень прочная, на самом деле, ее сломать нельзя Для этого нужно зажать двоечку Выбираем здесь Теперь на этом блоке мы тоже выбираем сторону, которая будет соединена Все, готово Зажимая нолик и нажимая на блоке, мы ломаем связи Отлично, открепляем У меня есть почти очень похожая, по крайней мере, штукенция Ставлю вот сюда И еще кое-что мне требуется, чтобы уже перейти непосредственно к этому Твою мать Ладно, пусть лежит Робот, потому что, по-прежнему, видите, камера сфокусирована на моем роботе И с этим ничего сделать нельзя Пока что нельзя Так, это кубики лишние Они были лишь нужны временно Мы выбираем камеру Вот так вот И чпокаем ее отсюда Теперь, нажимая на тап, я могу переключиться на вид от первого лица И нажимая shift-тап Я могу переключиться на вид вот от этого лица Очень интуитивно, понятно На самом деле, здесь есть справка Но черт ногу сломит, чтобы запомнить все эти хутки, которые здесь написаны Так, теперь мне нужно 4 мотора Я, правда, понятия не имею, как я теперь буду поворачивать Да где же мотор-то? Вот видите, ховер есть, есть элбоу Это непосредственно сустав Видите, это джойн обычный Вот он может гнуться Как угодно Так что имейте в виду Так, где же мотор? Там мотор прямо написано Во, это он Раз Блин, и еще, обратите внимание Постоянно скачет Смотря в каком части экрана я открываю Эта менюшка, она просто может быть пересортирована по-другому Естественно, хрен пойми, как все это делать Так Нажимаю Да что ж, я уже забыл, как соединять Так Так, вот этой вот узкой стороной я прикрепляю моторчики К нашим блокам Так, теперь мне бы это перевернуть О, отлично Отлично А не, ну не совсем отлично Но близко, близко Это, ты е-мое Ты е-мое Ты е-мое Это что за нафиг Ладно, окей Окей, остановись, ты е-мое Кстати, камерой вращать здесь надо на стрелочке Мышкой невозможно Там ни правую, ни левую кнопку зажать Чтобы нормально Крутить камеры Это тоже Инновационное управление Да где ж мотор Это теперь здесь мотора нет Здесь мотора нет Куда делся мотор Мотор вот он где Естественно, блин Черт ногу сломит в таком управлении Ну, я думаю, потратить Хотя бы недельку Да даже не недельку Если там в разработчиках Хотя бы два человека есть Просто за несколько дней Мне кажется, можно переписать весь интерфейс И сделать его в 10 раз Более юзерфрендли И популярность у игры была бы Однозначно выше Чем с такой вот механикой Не знаю, почему это связано Но я уверен, провал именно связан С абсолютно непонятными управлениями Так, теперь мы спавним себе колеса Я не думаю, что есть какая-то разница Там у них внешняя и внутренняя сторона Даже если есть, пофигу абсолютно, ребят Серьезно Не буду я тратить на это время Так И еще два колеса И мой прототип, копия Реплика будет готов Кстати, видите, там колеса есть и побольше Вот, допустим, WideVille Выкидываем, нафиг прям Колесо от Мегабота Так Так И последнее колесо Вуаля Робот готов Вы считаете Вот вы считаете Точнее даже Не будем утверждать Считаете ли вы, что вот этот робот Он является точной копией предыдущего робота Вот То, что он работает точно так же Можно сказать, что да Ведь он ничем не отличается Ну, может быть, линия этот синяя Чуть короче Или чуть длиннее Не знаю Ну, нет, ребят Он абсолютно не работает Так же, как он Вот, смотрите Я нажимаю Double Я нажимаю S AD нажимаю У меня вообще никак не реагирует Ребят, просто ноль реакции На любое нажатие кнопки Угадайте, почему Потому что мало того, что просто приляпать к роботу Там колеса Вот эти вот джойнты Суставы И все прочее Там ховер Это работать само по себе не будет здесь Для этого нужно запрограммировать Его поведение Нажимаем Escape Попадаем в менюшку программирования На самом-то деле Теперь, смотрите Нажимая на тот или иной предмет Который можно настроить Я получаю доступ Нажимаю Escape Опять же, почему на Escape? Я не нашел кнопки, как вообще выйти из игры Если честно Ну, и не то, чтобы прям очень много в ней сидел Итак Выбираю мотор И перетягиваю сюда Но, смотрите Если я просто-напросто кликну на следующий мотор Все сбросится Чтобы Мне это на одном менюшке открывать Мне нужно делать Shift-клик Ничего себе Какая интуитивно понятная система И теперь все, что мне нужно Это нажимать Shift-кликом Иначе это будет отдельно Так Каждый мотор, как видите Отвечает за свое колесо Итак, теперь мы нажимаем Что мы там нажимаем? Shift Нет С Ctrl-кликом Нужно нажать на мотор Ребята Опять очень интуитивная и понятная механика Почему нельзя просто на клик Это делать? Потому что на клик вообще ничего не происходит С Ctrl-кликом Мы открываем менюшку Этого мотора И можем увидеть, что Всякой лабуды мы здесь можем нафигарить Но нам интересует сейчас Непосредственно Gex Велосити Или же скорость Если кто-то вообще не шарит В английском Так, каждому Добавляем привязку к скорости Смотрите Мы можем теперь выбрать скорость Поставить здесь, допустим, 0.5 Нажать Enter И колесо едет Но Это хрень полная Мы же не можем каждому колесу Отдельно прописывать свою скорость Но при желании можем Потому что мы можем Написать, допустим, здесь Минус 0 Наверное 0.5 Прокатит Такая шляпа Да Как видите Отрицательная скорость тоже работает То есть колесо крутится в другую сторону И мы можем каждому колесу Вписать какую угодно скорость Один Два Вот Как видите Каждое колесо крутится в свою сторону И с разной скоростью По-моему, это шикарно Но это не то, что мы хотим Чтобы так оно работало Так, велоситет Нужно по нулям везде поставить На самом деле Чтобы робот никуда не убег у нас 0, 0 Здесь тоже 0 Итак Что же мы можем сделать Чтобы с управлением разобраться Нажимаем Ctrl Кликаем И вот из этого менюшки выбираем Что мы тут выбираем? Input Sempler Это наша система ввода Здесь мы выбираем Positive И Negative Positive Это, естественно Будет задавать параметр с плюсом А негативный с минусом Здесь мы поставим, естественно, W Так, на английскую раскладку Только надо переключиться Русский он не будет меня принимать И отрицательное Теперь нажимаем А, ничего не нажимаем Это все input Множен еще и output Sample Красный sample Это output Хотя, хоть они и называются Везде одинаково Везде есть sample Синий есть sample Красный На самом деле Красный это выходной sample А синий sample Это входной Опять же, ни хрена не разобраться Без пол-литра Итак, смотрите Я нажимаю W И sample становится единицей Дальше он падает до нуля Если я нажимаю S То он становится минус единицей Также есть возможность Поставить атак Это непосредственно То, с какой Активностью Скоростью набирается Вот этот вот sample То есть я могу поставить здесь 10 Смотрите Как видите Sample практически мгновенно Стал набираться То есть я могу контролировать Скорость Ну, оставим единицу На самом деле для атак Отдаем Не будем особо трогать Но Давайте попробуем К Velocity Все это притянуть Опять же Нужно перетягивать С Control По-моему, да Образуется такая вот связь Так И как видите В sample Вот эта вот единица Которая набирается В sample Она будет передаваться К Velocity Жмем единицу Передается Но Какого хрена Одна сторона колес Скрытся в одну сторону Другая в другую Это немножко не тот результат Который вы ждете Нажимая кнопку вперед Для своего робота Все просто Потому что Почему-то так оно работает Нажимаем Чтобы разорвать все соединения Нужно нажать Ребят Опять же Супер интуитивную кнопочку Control Shift Клик Вот так вот И все связи порвутся Здесь мы выберем Sample Mapper Это еще кое-что нам потребуется И в нем выберем Inverted Inverted И sample Так И вот так Sample с control Сюда перетягиваем Чтобы он передавался А inverted Перетянем просто-напросто На нашу Одну из сторон Любую из сторон И восстановим соединение С другой стороны Нажимаем теперь вперед Точнее Я перепутал местами кнопки Как вы видите Ну вы не видите Но Точнее по буквам Внизу можете определить Но нажимая S Я еду вперед На самом деле Их надо наоборот Соединить То бишь Я делаю Так Так Соединяю Эти С этими А это с этими Вот так вот Да Да Работает Но опять же Можно сказать Что этот робот Не ездит с такой скоростью Как ездил тот робот И это только Зад вперед Это не лево Право Но чтобы Сильно не затягивать Как все это работает Мы просто переключимся Обратно на старого Нашего робота И посмотрим Как у него запрограммировано Все Где он Старый то Shift Тап Надо нажимать Её просто Посмотрим Как у него устроена Эта схема Вот он Input Positive Negative А так и здесь Снижена Здесь добавлены Такие показатели Как Mapped Min И Mapped Max Это непосредственно Те показатели Которые будут передаваться Как видите У нас максимальная скорость Здесь 12 Благодаря Вот этим Вот Также здесь же Сделано И Mapped И Inverted То есть Не напрямую идет От сэмплера А через вот этот Вот сэмплер Маппер Точнее От Input На одну сторону Поэтому Скорость Передается Одинаковая И на все колеса Только На одни Передается Правильная Другая Инвертированная Вот так вот По моему Хорошо Ну и скорость Набора Этой скорости Здесь же По ходу дела Запрограммирована Поворот Лево Право Сделан Очень просто На самом деле Потому что Не требуется Никаких Манипуляций Для того чтобы Одна Сторона Колес Крутилась В одну сторону Другая в другую По базовому Происходит Поэтому Здесь Как видите Есть мап Но он Не используется Даже Он ничего Не присоединен Просто Инверт Соединен Со всеми Четырьмя Это то же самое Что я сделал В самом начале И все Колес Крутится Именно так Как они Крутятся Лево Право Я думаю Что первое Видео Стоит Заканчивать Потому что Здесь Можно Много Чего Программировать Здесь Есть И Давайте Посмотрим Лазер Допустим Есть Здесь И Ракетница Или Хрен знает Что Это Есть Здесь Плазма Пушка То есть Ее Можно Тоже Приляпать К нашему Роботу Таким Образом И Программировать Ее Естественно Потому что Смотрите Мы Можем Нажать Здесь Плазма Кэнон И У нее Есть Energy Source Есть Glow Есть Shoot То есть Можно Выбрать Shoot Можно Выбрать Energy Source Подозреваю К Сурсу К Shoot Нужно Приляпливать Какой-то Input Семплер Который Будет Допустим Positive И Он Будет Допустим Нет W Не Будет Поставим G И Я Понятия Не имею Как это Будет Работать Я еще Не Собирал Но Посмотрим Нажимаем G И Нихрена Не стреляет По-моему Ей Нужна Energy Source То бишь Здесь Есть Такая Штука Как Так Что-то Там Flux Capacitor Мы его Приляпаем Что-то Какое-то Странное Не похоже На Flux Capacitor Тем не менее Давайте Посмотрим Так Flux Capacitor Вот он Кстати Так Вот Посмотрим Что у него Здесь есть Capacistence Glow Блин Disconnect Но По-моему Мне нужно Что-нибудь Типа Capacistence Или Парта Парт Наверное Мне нужно Соединить С Energy Source Подозреваю И Все равно Нихрена Не работает В общем Сами понимаете Здесь без Пол-литра Никак не разобраться Но Что-то Типа Такого Нужно Можно Замутить И Пушка Будет Стрелять Ее Можно Настроить По-разному Чтобы она Стреляла Там В общем Много Чего Можно Сами Понимаете Здесь Настраивается Каждая Фиганина Индивидуально Вы можете Ее запрограммировать Господи Как непонятно Что Просто Благодаря Вот этому Визуальному Программированию И в упрощенном Состоянии Я бы такое Очень хотел Увидеть В Робокрафте Чтобы можно Было Программировать Как работают Мои Каждые Из ховеров На моем Ховералете Как работают Колеса И прочее На самолете Можно добавлять Кнопку Для вращения И прочих Маневров В общем Это Это было бы Очень круто Если вы хотите Чтобы я еще Что-то поснимал По роботам Пишите комментарии Ставьте лайки Если будет Много Просмотров Лайков Комментариев То я сниму Еще видосик Нет Так Ну Вроде Такое Интродюкшн К этой Закрытой Игре Уже Я сделал На этом все Надеюсь Что развлекал Не только себя Но и вас